Друзья, всем привет! Сегодня у нас эксперимент. Будем делать некую такую имитацию рычага для нашего гоночного болида из карбона и алюминия. И ломать ее. Смотреть, сколько она выдерживает тон и какой имеется удельный вес. То есть делать буду именно по самым простым технологиям. Без автоклава, без каких-либо инфузий, диффузий и прочих вот этих вот вещей. Просто наматывая карбон на болванку. А еще хочется узнать, как карбон будет взаимодействовать с алюминием. То есть какую нагрузку выдерживает соединение. Понятно, что карбона можно намотать. Чем больше, тем лучше. Естественно, экономля вес. А вот само соединение под вопросом. Так что у меня возникла мысль все это сделать и ломануть на прессе и примерно прикинуть, как оно будет работать. Чтобы вы понимали, вот эта штука, 12-миллиметровый ШС, он рассчитан на нагрузку, как я понял, 1000 килограмм. Хотя по предельному сопротивлению металла по площади, если посчитать, здесь около 4000 килограмм нагрузка. То есть получается запас 1 к 4. Рабочая 1000 килограмм, а предельная 4000 килограмм. Так вот под этот ШС по факту и рычаг должен то же самое выдерживать. Так как гоночная машинка моя где-то около 500 килограмм должна весить, а то и меньше. Получается 1000 килограмм это 1 к 2, если вся нагрузка приложится на 1 ШС. То есть это надо прямо удариться колесом об бордюр. Только в таком случае будет такая нагрузка. Так, ладно, с чего начнем? Хочу вам объяснить, как будет создано соединение карбона с алюминием. Хочу сделать вот что. Взять алюминиевые болванки и обточить следующим образом. Так, не рисует маркер. Опять засох. Друзья, это совершенно новый маркер и у меня таких целая куча. Я не могу понять, что я делаю не так с этими маркерами? Почему они засыхают постоянно, даже новые? Может вы хоть объясните в комментариях? Итак, моя задумка следующая. Есть две болванки алюминиевые, на которые буду наматывать карбон. Но не просто так наматывать, естественно. Нужна какая-то адгезия, нужны какие-то выступы и уступы, чтобы она держалась. Я планирую сделать так, чтобы когда я буду давить прессом, оно имело возможность по ребрам сдвинуться вот сюда. То есть карбон будет вот так. Организован. Это будет труба. Если бы я сделал уступы и начинал давить, оно бы просто уперлось и я бы только лишь прочность карбона понял. Где-то здесь оно сломается при каком-то тоннаже на прессе. Но еще хотелось бы понять, и это вполне естественно, будет ли оно сдвигаться. Насколько прочно будет соединение и как выдерживать. Поэтому уступов не делаю, даю возможность вот здесь уходить туда. Всё, в принципе. Суть эксперимента, я думаю, понятна. Сразу определим и прочность карбоновой трубы и прочность соединения. Моя задача обточить болванки. Середина, чтобы не провалилась, будет вот такая. Это бальза. Она никакой нагрузки не несет, ничего не весит практически. Но зато будет легко наматывать на нее. И, наверное, по этому диаметру я и сделаю. Просто когда-то давно делал такой брусочек и он остался. То есть это 21 миллиметр внутренний. Намотаю 10 слоев карбона. Вот так уже по максимуму. Взвешу бобышки уже готовые. А потом мы будем вычитать их, смотреть сколько же получился сам карбон. Потому что карбон будет разной длины и важно знать удельную массу. То есть на 100 миллиметров сколько весит кусок этой трубы. Потом это всё можно будет посчитать. Ладно, всё хорошо разглагольствовать. Идём на токарный станок, друзья. С расчетами у меня не совсем всё хорошо. Поэтому будем экспериментировать. Да и ещё как рассчитывать, если ты не знаешь вообще, какая прочность твоего карбона. То есть у меня не по самым крутым технологиям он делается и за что принимать его. За какую единицу прочности брать по самому минимуму или по среднему или по максимуму. А так я узнаю совершенно точно, сколько оно выдерживает и, допустим, как выдерживает. Вот что важно. Согласитесь, это очень важно. Сначала сейчас я торцану. Это будут опорные поверхности. Чтобы ничего никуда не сыграло на прессе. Желательно даже побольше сделать. Ну ладно. И всё-таки на D16T что-то как-то не похоже. Но ничего, ребята. Болванка цельная будет, не пустотелая, я думаю, выдержит нагрузку. Вот что получилось, ребята. То самое занижение. Здесь будет карбон скользить, если пройдет ребра. Всего лишь два ребра получается, точнее раз, два, три. Ну я надеюсь, этого хватит. Сейчас мы взвесим, чтобы знать, сколько весит карбон. 163 грамма надо куда-то записать. По расчету вот столько пойдет на всю трубу. И еще я планирую на концах обмотать вот так лентами. Это нужно для того, чтобы удержаться на алюминии. Эпоксидку размешал. Смотрите, не вакуумировал ее, ничего. Эпоксидка, кстати, старая, уже ей года три. Она даже немножко такая побелевшая была. То есть всё в боевых условиях. Всё делаю из того, что у меня есть. То есть это говорит о том, что если результат будет хороший, его можно будет еще в принципе усилить качественной эпоксидкой. Ну и всем остальным качественным. Какая-то роскошь, прям роскошь. По-быстрому намотал. По центру 10 слоев, а здесь поперек двумя нитками метровыми обмотано. Получается каждая по 10 оборотов. Сейчас нужно как-то это всё обмотать. И всё, друзья, будем ждать полной полимеризации. Я, наверное, буду немножко нагревать это дело для ускорения. Вот и сделаю выдержку где-то недельку. И мы проверим с вами, как оно. Технология очень трудоемкая, друзья. Приходится сильно мучиться, даже чтобы сделать такую простую деталь. А если деталь замкнутая, к примеру, то его так уже просто не обмотаешь. Приходится заводить туда-сюда, колечком наматывать. Весь измазываешься, сильно не накрутишь карбон. Здесь я постарался максимально плотно сделать. Всё-таки экспериментальную делаем вещь. Ой, как же мне не терпится уже проверить. Но ещё ждать довольно-таки долго. Прошло некоторое количество времени. Ну что ж, друзья, посмотрим, что получилось. Обматывал очень плотно, выдавилось большое количество эпоксидной смолы. Смолу не жалел. В данном случае нельзя жалеть, потому что если какой-то слой хоть чуть-чуть не проклеится, ну будет печально. Всё должно быть монолитное прежде всего. Тестовый образец полностью готов. Я вот здесь даже немножечко обработал, чтобы было куда двигаться при прессовании. Прессовать будем вот так, естественно, на сжатие. Ну и давайте взвесим, посмотрим удельный вес. Значит, алюминиевые культяпки у нас весили 163 грамма. Здесь 232, то есть получается 40, 50, 60, 70 грамм на 18 сантиметров. Ну пускай 80 грамм на 20. Получается на 100 миллиметров 40 грамм. Рычаги около полуметра палка. То есть два луча. Два луча метр 400 грамм плюс металлические концы плюс ШС. Ну как бы нормальный вес получается. При таком раскладе около килограмма выходит вес в общей сумме. Это очень здорово, друзья. Так что вот такие вот результаты, друзья. Наш научно-исследовательский институт начал свою работу. И я думаю, буду продолжать делать некие эксперименты. Потому что непонятно, выдержит, не выдержит. Слишком конские детали не хочется делать. Хотя бы понимать плюс-минус, куда двигаться. Ну вот она, друзья, штука уже рядом с прессом. Вот такой пресс у нас. Здесь будет показываться тоннаж. Так, шкала тоннажа желтая, да? То есть 5 тонн, 10 тонн, 15 тонн. Не знаю, если эта штука 4 тонны выдержит, значит она равнопрочная с ШС будет. Если меньше выдержит, значит она не годится. Слишком маленькая, слишком тонкая стенка. В общем, наша цель сейчас это всё проверить. Мотоциклы мы откатили подальше и будем их защищать грудью. Оденемся в экип, всё как надо. Ну мало ли, мало ли, а вдруг выстрельнет что-то куда-то. Культяшки вот эти могут отлететь, например. Карбон, если дрыснет вот здесь где-то. Вообще-то здесь два развития события. Либо посредине лопнет, так как это место тоньше, чем вот здесь. Либо просто как поршни, вот эти алюминиевые детали войдут внутрь с одной либо с другой стороны. Но это мы посмотрим. Вообще дико интересно, если честно, что будет. И хотелось бы, чтобы в лобешник не стрельнуло. Шлем-то защитит, но шлем жалко. Так, ну всё, процесс пошёл. Потихонечку подъезжаем. Главное, чтобы никуда не отлетело. Поехали. Нифига себе. Так, тихо. Тонна есть, да? Да. Тонна есть. Дальше. Страшно, блин, боком вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Две есть. Не трещит ничего? Нет. Нет. Я даже чувствую по педали. Что, жёстко? Да. И он стоит, видишь. Она даже... Она не двигается вниз. Она вот уперлась и всё. Так, ты что? 5 тонн. Ну 4,5 тонны. И не двигается. Слушай, очень страшно дядьку. Дальше. Так, раз, два. Что было? На 6, где-то свыше 6-7. А что? Вот, сложилось. Да. Так. Идеально сложилось. Всё. Ну вообще страшно было? Страшно? Немножко. И педаль очень жесткая, да? Да. Очень жесткая. Понимаешь, что нет такого как бы амортизации назад. Когда выдавливаешь или вдавливаешь деталь. Ну деформируешь её. Как бы остановил и видно, что она отпускает стрелка. А это мы зажали. Всё, она не туда и не сюда. Карбон, видишь, очень жесткий. Именно жесткость большой обладает. Ну что, отпускаем? Подожди. Вот, друзья. Вот так оно сложилось. Сложилось где-то на 6 плюс тоннах. То есть там или 6 или 7. Уже непонятно. Но за 6 я сам лично видел, что оно, по-моему, перемахнуло. Сейчас мы узнаем толщину композита, которая была. Ну а вообще, друзья, смотрите, как круто получается. Вот гаражные технологии. Как оно жестко держится в соединении. Это же просто невероятно. Смотрите. Был большой шанс, что уйдет туда алюмишка. Но нет. Ты смотри. Тут разрушенное уже всё это дело. Вот как выглядит срез. Толщина довольно-таки большая получилась. По расчёту я думал, что здесь где-то 3,5-4 миллиметра. Женя в подарок дал одну такую штуку. Вообще мы будем продолжать эти эксперименты, друзья. Потому что очень многое хотелось бы узнать. Одно дело табличные данные. А другое дело данные именно того композита, который ты создаешь. И он конечно же может разниться. Не то качество эпоксидки. Не то качество технологии. Но вот какая есть технология, она так работает. На этом всё, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите Лойсом. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok